Здравствуйте, это снова брифинг. Коротко о том, что обсуждают сегодня в США. И с вами я, Мара Адамова. Сегодня 34-летие празднует американская актриса Скарлетт Лехансен. Сниматься в кино Скарлетт начала в 9 лет, а в 11 она уже играла в паре с британским актером Шоном Коннери, знаменитым Джеймсом Бондом. А теперь о других интересных новостях. Скандал в компании Uber. Недавно выяснилось, что компания оплатила услуги хакеров, в руках которых оказались личные данные миллионов клиентов. Компания Uber Technologies заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы скрыть информацию о массовой утечке личных данных своих клиентов. В октябре 2016 года два хакера получили доступ к облачному хранилищу, который Uber использует для хранения данных клиентов, и получили информацию о 57 миллионах пользователей сервиса. Скомпрометированные данные включали имена, адреса электронной почты, номера телефонов, а также номера лицензии около 600 тысяч водителей США. Хакеры отправили в Uber сообщение по электронной почте с требованием заплатить 100 тысяч долларов, чтобы удалить украденные файлы, поюбещав молчать о случившемся. Двух сотрудников компании, ответственных за ответ хакерам, уволили. Недавно возглавивший Uber Дарахас Равшахи заявил, что узнал о происшествии недавно. Недавно я узнал, что в конце 2016 года два человека вне компании некорректно использовали пользовательские данные, хранящиеся в сторонней облачной службе, которую использует Uber. Этот инцидент не привёл к утечке данных из нашей корпоративной системы. Ничего из этого не должно было произойти, я не буду оправдываться. Хотя я не могу изменить случившееся, я могу поручиться от имени каждого сотрудника Uber, что мы учимся на своих ошибках, мы меняем способ ведения бизнеса, ставя честность в основу каждого решения и прилагаем усилия, чтобы заслужить доверие наших клиентов. США разыскивают иранского хакера, которого обвиняют в краже эпизодов культового сериала «Игра престолов». Прокуратуру США официально обвинила гражданина Ирана Бехзада Месри в совершении, если не преступления века, то преступления сезона. Он атаковал компьютерные системы телеканала HBO, чтобы похитить готовые, но не вышедшие в эфир эпизоды сериала «Игра престолов» и сценарные заготовки будущих серий. Подтверждение обвинения для получения доступа к системам HBO, Месри, известный также по сетевому псевдониму Скотт Вахсад, похитил личные коды сотрудников компании. И с мая по август этого года скачивал материалы серверов телеканала. После этого он потребовал выкуп руководства телеканала 6 миллионов долларов. Обвинение характеризует Месри как опытного и умелого хакера, который действует в составе иранской хакерной группировки и предположительно совершает атаки в интересах иранских военных, в том числе на военные компьютерные системы, компьютерные системы ядерных объектов и объекты инфраструктуры Израиля. Так как Месри находится в Иране, мы не имеем возможности арестовать его сегодня. Но Месри и другие киберпреступники должны знать, что они не находятся в безопасности, скрываясь за анонимностью компьютерных экранов, даже если не находятся на другом конце мира. Если ты совершил атаку против нас, мы будем упорно работать, чтобы найти тебя, предъявить тебе обвинение и рано или поздно арестовать тебя и доставить в суд. До конца жизни он никогда не сможет покидать Иран под угрозой ареста. У правоохранительных органов очень долгая память. Между США и Ираном нет соглашения о выдаче преступников и разорваны дипотношения. Житель техасского города Остин нашел способ делать воду из воздуха. Его изобретение может помочь как жителям страдающих от засухи районов, так и тем, кто живет в местах, расположенных на пути ураганов. Его называют водяным Моисеем. Я живу с этим прозвищем уже очень давно. Было сложно привыкнуть к тому, что меня так называют. Но сейчас я уже не удивляюсь. История Моисея Уэста, жителя техасского Остина, стала известна по всей стране. Он тот самый человек, который старается положить конец засухи в районах, особенно подверженных этому несчастью. Моисей изобрел особую машину, которая добывает воду из воздуха. В буквальном смысле. Это устройство создано таким образом, что берет молекулу H2O из воздуха. Вот и все. Не так давно Моисей основал некоммерческую организацию под названием Water Rescue Foundation. С ее помощью он надеется передать свое изобретение в руки тех, кому оно действительно необходимо. Первым местом назначения стало Пуэрто-Рико. Почему туда? Это прекрасный пример того, как мы можем использовать мое изобретение. Вся вода в Пуэрто-Рико оказалась заражена. Я не хочу праздновать День Благодарения, зная, что множество американцев в Пуэрто-Рико переживает кризис. А у меня есть устройство, способное им помочь. Самое главное, оно может помочь дать людям надежду. Моисей прав. Сейчас жителям острова как никогда нужна помощь. Большая часть Пуэрто-Рико до сих пор живет без электричества и чистой питьевой воды. Это последствия ураганов. Вот каким образом изобретение Моисея может помочь этим людям. Есть два способа привести в действие мое изобретение в Пуэрто-Рико. Можно подсоединить его к единой энергосистеме острова, а можно использовать его собственный маленький электрогенератор. Используя лишь три литра дизельного топлива, оно производит около 115 литров воды из воздуха. Это самое малое из того, что мы можем сделать для этих людей. Больше всего помощь нужна тем, кто живет в отдаленных районах. Туда сотрудники спасательных служб не добрались. Туда никто пока не добрался. Но они узнали о моем изобретении и сумели связаться со мной. Просили во что бы то ни стало приехать к ним. А ведь подобный кризис – не редкость для Пуэрто-Рико. Это будет повторяться снова и снова. Перед приходом зимы жители города Гошен в штате Индиана развешивают теплую одежду для нуждающихся на заборе, который они называют забором благословения. Одна семья в городе Гошен, штат Индиана, придумала необычный способ помочь нуждающимся. Перед наступлением зимних холодов Линда Салисбери и ее дочь Оливия развешивают на заборе перед собственным домом теплую одежду, которую может забрать любой пожелающий. Все началось с того, что я подумала, возможно, в этой части города кому-то может понадобиться теплая одежда. Я видела, как в других городах люди оставляют шарфы и одежду для бездомных на деревьях в парках. Скоро к инициативе присоединились и соседи Линды, которые также начали приносить и развешивать теплые вещи на заборе Линды, который теперь все называют забором благословения. Помощь нуждающимся делает меня по-настоящему счастливой. Когда я отдаю теплые вещи тем, кому они нужны, я чувствую, что поступаю правильно. Идею забора благословения, которая появилась четыре года назад, поддерживает все больше людей. Сейчас у забора уже появились ботинки, перчатки и куртки. Многие анонимно оставляют целые сумки с теплой одеждой. В штате Теннесси владелица лисы пытается изменить правила выгула домашних животных. Он стал одним из лучших моих друзей. Я не могу представить себе жизнь без него. Виктория Клода – необычный владелец домашнего питомца. Ее пушистый компаньон не кошка или собака. Это лиса по кличке Феликс. Я даже не знала, сколько у людей предрассудков, пока не стала рассказывать им, что у меня есть лиса. Феликс носит ошейник и спит вместе с хозяйкой, но выгуливать его можно только в общественных парках. По закону Феликс считается экзотическим животным, и его нельзя выгуливать в парках округа, как традиционных домашних животных. Сейчас хозяйка пытается добиться пересмотра правил и позволить выгуливать Феликса в окружных парках. Директор ветеринарного управления города доктор Марси Суза считает, что такое разрешение может иметь последствия, ведь лис не прививают, и они потенциально опасны. Я бы рекомендовала не менять сейчас правила. Одна домашняя лиса не проблема, но допуск других животных в парке из-за изменения в правилах может стать большой проблемой. Блейк Шелли страдает церебральным параличом. При этом он выступает с мотивационными лекциями и даже написал книгу о том, как покорить свой собственный Эверес. Совершить то, что кажется невозможным. С Блейком познакомилась наш корреспондент Маша Мортон. Меня зовут Блейк Шелли. Я писатель и лектор-мотиватор. Блейка Шелли легко найти в интернете. Надо просто задать его имя в поисковике Google, и вы увидите статьи, в которых его называют героем Портленда. В результате родовой травмы Блейк всю жизнь страдает церебральным параличом в тяжелой форме. Это значит, что ему трудно говорить, трудно ходить, трудно держать в руке ложку или карандаш. Тем не менее, Блейк выступает с мотивационными лекциями и совсем недавно закончил свою книгу под названием «Разорвать Оховы». Мы знакомимся с Блейком как раз в книжном магазине, где он подписывает ее для всех желающих. Блейк говорит, что ему странно называть себя писателем или лектором. Однако произносить эти слова вслух не только приятно, но и важно. Когда я начал писать свою книгу, мне посоветовали, среди прочего, называть себя писателем еще до ее завершения. Это должно было помочь мне достичь цели. Достижению поставленных целей посвящены несколько разделов книги. Несмотря на тяжелый диагноз, который был поставлен, когда Блейку было 6 месяцев, он всю жизнь добивался своих целей. Он хотел учиться и закончил школу, а потом институт. Он хотел играть в бейсбол и научился играть. Он хотел найти друзей и нашел их. Блейк говорит, что самым трудным для него было другое – постоянно нуждаться в помощи. Жизнь с тяжелой болезнью вынудила его оставить надежду на самостоятельность. Однако, чем больше я размышлял об этом, тем больше понимал, что помощь нужна не только мне. Всем нам нужна помощь, так или иначе. Книга Блейка не просто рассказ о его жизни, а учебник. Пособие по тому, как превратить то, что нам мешает, страхи, преграды, оковы, в инструменты, способные помочь обрести свободу и добиться успеха. Блейк, например, пишет, что не всегда уверенно держится на ногах. И объясняет, что если ты часто падаешь, в прямом или в переносном смысле, это можно превратить в полезный навык, не воспринимать поражение эмоционально, а также по-настоящему ценить свои победы. У Блейка есть специальный офис на первом этаже дома, но он признается, что основную часть книги написал наверху, в своей спальне. Там тоже есть маленький столик, потому что главные идеи приходили к нему поздно ночью. Вот так, набирая на компьютере по одной букве. Страницу за страницей, пять часов в день, на протяжении двух лет. Блейк планирует написать еще один мотивационный учебник, а также книжку для детей о том, что таланты и особое предназначение даны каждому. Надо только не бояться и идти вперед. Маша Мортон, Михаил Масурадзе, Портленд, Орегон. На сегодня у нас все. До встречи на Бритинге.